Привет! Ты смотришь Toystar, как бы странно это ни звучало. Продолжаем распаковывать фигурки. Сегодня Fortnite. Вот такой вот Ронин в костюме Дрифт, это, насколько я понимаю, пятый стиль, потому что какой-то такой яркой сиреневой отделки у него нет на руках. Так что я могу констатировать, что это именно пятый стиль этого костюма. Хотя его можно переделать и в другой, сняв, например, вот этот вот балахон, который на него накинут. Это фигурка из первой волны фигурок Fortnite от Epic Game и, по-моему, кого там, Hasbro, да, или кто их делает? Я даже не знаю, кто их делает. В общем, это первая волна фигурок. Сейчас появилась вторая, и если хотите увидеть вторую, то ваши лайки очень сильно нужны. Там наберем, например, тысячу лайков под этим роликом, я куплю еще парочку фигурок из второй волны Fortnite и также покажу на канале. Ну, а сегодня и в парочку других обзоров будем распаковывать пока первую волну. Так, все это дело запаяно, поэтому придется отрезать. Обидно немного, но ладно. Расковырял я коробку. Тут, кстати, можно вынуть еще листочек задний, посмотреть, что на нем интересного показано. А тут можно рассмотреть персонажей, которых тоже можно купить. Ну, в общем-то, у меня часть из них даже есть. По-моему, вот эти два у меня есть. Эта фигурка не распакованная. Эта, по-моему, уже была распакована в каком-то из наборов, если я ничего не путаю. Ну, и, конечно же, сама экшн-фигурка тут в блистере вставлена. Так, вылази. Братан, давай, что ты там застрял? А, еще листочек какой-то. Я уже не помню, что в нем. Давайте-ка посмотрим. Мне кажется, в нем список оружия. А, и список персонажей, и список оружия. В общем, все персонажи, которые были в первой волне, по сути, у меня вроде как все, кроме вот этих двух есть. Кроме вот этих двух. Также оружие. Оружия у меня тоже довольно много. И еще оружие, предметы и прочее. В этом наборе вот такая вот рифт-эдж. Насколько я понимаю, вот такая вот коса. К набору. Так, коса. Кусочек постройки. Могли бы, кстати, побольше. Положить хотя бы парочку досок. И, конечно же, фигурка. Я надеюсь, все прекрасно понимают, что эти фигурки не претендуют на что-то такое серьезное, блин. И коллекционное это просто игрушки. Что-то наподобие Джа и Джо, или даже каких-нибудь солдатиков наподобие того же, подвижных. Это в первую очередь игрушка. Стоят они не настолько дорого, чтобы не считать их игрушкой. Поэтому, думаю, всякие претензии по поводу там мелких косячков и прочего просто с них снимаются. Так, что же мы тут имеем? Имеем мы подвижную фигурку достаточно. Голова крутится. Ух ты, смотрите-ка, голова крутится вместе с капюшоном даже. Это достаточно неплохо сделано. Я так понимаю, да, голова наклоняется вперед. Руки на трещ... Воу, руки-то на трещотке. Вверх в локте сгибаются. И кисть. Кисть в двух плоскостях двигается. Она крутится и сгибается. Так, что у нас по торсику? Торсик может чуть-чуть вращаться и наклоняться. Очень большая подвижность для торсика. Прям, честно говоря, я удивлен. Ноги. В тазовой части два соединения, блин, нихрена себе. Она вот так крутится, еще вот так двигается. Колено, два сустава и, конечно же, стопа. Наклоняется ли стопа? По-моему, стопа... А, да, наклоняется она так же с трещоткой, но очень тугая. Снизу есть стандартное крепление под подставку. Кстати, по сравнению с фигуркой Tracer, здесь даже больше подвижности, учитывая, что эти фигурки и старее, и дешевле, чем те. Видимо, все-таки Epic Game относится к своим покупателям, к покупателям своей продукции более трепетно, нежели это делает Blizzard. Так, попробуем сделать облик... Воу, сзади есть принт, но очень небрежный. И я бы даже сказал, что нарисовали вот это вот паршиво. Прям вообще никуда не годится. Попробуем снять этот плащ, изменив тем самым облик. Так, а может быть руки отстегиваются? Нет, к сожалению, руки не отстегиваются, и поэтому плащ-то, не повредив его, снять, боюсь, не получится. Так что облик у нас только один здесь, вот такой вот пятый. Но, в любом случае, он неплох. Даже внутри его продетализировали, это нельзя не отметить. Вот такой вот. Эта одежка, кстати, вся резиновая, что капюшон, что вот здесь одежда, что плащ, толстовка, сама пластиковая. В общем-то вот, попробуем оружие закрепить. Так, держи, братан. Оп. Вот такой вот он с оружием может стоять. И также эту доску можно использовать как подставку для него. То есть просто такие вот ставите ее сюда, на штырек. И он отлично держится, может стоять у вас на полке, в принципе, даже вот в такой вот позе. Что я могу сказать? Для фигурки, которая стоит косарь, а по скидке можно рублей за 690, а может быть даже 650 купить, это вполне себе неплохо. Она подвижная, выглядит красиво, выглядит, главное, аутентично. Опять же, найдутся в комментариях люди, которые типа, фу, я бы там, не знаю, за 200 рублей сделал лучше. Ребят, сделайте. Просто возьмите, сделайте и продавайте. Я пока более качественных фигурок за такие смешные деньги не видел. Та же самая трейсер, которая стоила, по-моему, 1200, это по скидке. Она и то была хуже, чем вот такая вот фигурка за 900 рублей. И то это из первой волны, возможно, сейчас она дешевле. Единственный, пожалуй, недостаток такого наборчика, очень мало предметов. Могли бы хотя бы положить еще одну пушку и каких-нибудь там еще пару дощечек, чтобы можно было маленькую постройку сделать, там хотя бы постамент. Но и так это тоже весьма неплохо, а главное, что недорого. Такие вот дела. Лайк поставь, чтобы было больше Фортнайта и вообще экшн-фигурок. Подпишись на канал, нажми колокольчик, чтобы ничего не пропустить. И, конечно же, пиши в комментах, что сам думаешь по поводу этого парня. Ты смотрел канал Тойстер. Еще увидимся. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok